Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я, Сергей Новиков, кандидат психологических наук, автор и ведущий программы «Коммельфо». «Коммельфо» — французское слово, только пишется «коммельфаут», переводится как «так, как надо». У нас обычно переводят как «этикет» или «хороший тонн», то есть поведение людей за столом на разных приемах и так далее, то есть вилка в левой, котлета в правой. Но мы будем говорить о более широких вещах, так как надо, как надо жить, как приводить в себя порядок в психологическом смысле, какие существуют правила поведения людей и взаимодействия между ними. И вот, может быть, вопросы, которые будут возникать, разберем их. Ну что, начнем? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Ну, все казанцы, да и гости Казани многие знают, что у нас на площади Тукая, на кольце, стоит бюст знаменитому историку Льву Николаевичу Гумилеву. Там написано на ее постаменте «Я русский человек всю жизнь считал татар от клеветы». Это касается концепции монголо-татарского Игоря и так далее. Я не об этом хотел сказать. Вот в его концепции, опять же, пассионарности, исторических концепциях есть такое понятие «историческая память нации». То есть 200 лет — это историческая память нации. Вот какое-то событие происходит, за 200 лет умирают свидетели этого события, их дети, внуки, даже правнуки. И это остается, ну, просто вот страничка в учебнике истории, никаких эмоций к этому же не испытывает. А многие не помнят на столько поколений своих предков назад. Эмоций просто нет. Вот и вот, когда проходит там 400 лет, тем более, у нас как бы нет особо эмоционального отношения, мы можем более-менее хладнокровно разбираться в истории, в каких-то аспектах ее, и не надо это затягивать. А вот, скажем, ну, сейчас можно представить каких-то единичных людей, уже пожилых, конечно, даже старых, но которые могли еще Ленина видеть. Тем более, те, кто пережили или их родители, там, сталинские времена с плюсами, их минусами и так далее. И вот нужно подождать 200 лет, когда это пройдет, перестанет быть эмоциональной какой-то вот реакцией, отношением, кто-то ведь плюсом оценит, кто минусом. Вот тогда наши потомки и разберутся. Хорошие они были, плохие, выносить его из Мавзолея и не выносить. Эта часть нашей истории пусть стоит даже как плохое напоминание, тоже полезно. В Европах не сносят памятники тем людям, которые история вообще-то осудила. Да и вообще, строго говоря, в России, в Царской империи имеется в виду, даже императорам памятники ставили только через 50 лет после смерти. Также поэтам, Пушкину, допустим, прочее, 50 лет. Как бы история уже дает ему оценку, и тогда можно ставить памятник. А единственное исключение было, это баснописцу Крылову. Памятник поставили вскоре после смерти. Ну, это же всеобщий любимец был, вроде там споров нет. В Великобритании тоже политику ставят памятник, если пять лет после его смерти никто не сказал, не писал плохого слова. То есть его заслуги как бы оценены. Поэтому памятник Черчиллю Лондон не стоит, а Лой Джорджу не стоит и постоять не будет. Поэтому к этим вещам надо посерьезнее относиться. Ну, поставили памятник Борису Николаевичу Ельцину. Его немедленно испачкали краской. Охрана сейчас круглосуточная стоит. Может, не надо было спешить с памятником-то? Вот так. Есть такой в психологии термин «психические состояния». То есть есть процессы психические, есть состояния. В психологическом словаре даже так определяется. Это термин, придуманный для того, чтобы состояние отличать от процессов. Процессы можно описать. Это память, речь, внимание, мышление. То есть их не так много. А вот состояний, ну, миллионы. Их нельзя не описать, не классифицировать серьезно. Ну, их только разделяют по протяженности во времени, да, и вот по знаку, что ли, такой плюс-минус-ноль. То есть вот, скажем, есть состояние «стенические» от слова «стенос» — сила, сильные, да, то есть радость, гордость, подъем какой-то, положительный состояние, положительные эмоции их называют еще. Вот есть астенические, ну, радугоре, подавленность, там, апатия, как бы с минусом они, плохие состояния. А есть балластные состояния. У них нет знака, нулевые. Ну, скажем, у них в собственных состояниях всего два — это скука и удивление. Когда человеку скучно, он начинает как-то сам развлекаться, да, плюет с балкона, там, включает музыку. А удивление — это очень такое интересное состояние. Вот представьте себе, вот, урок в школе, там, или в лекции в ВУЗе, вдруг открывается дверь, и один из опоздавших студентов входит на руках в аудиторию. На руках. Вот будет удивление, да, что случилось-то? Может, какой-то праздник, там, хиловый, тогда учиться не будем, тогда это хорошо. А может, человек заболел, сейчас его увезут, тогда это плохо. Но пока мы не знаем, мы удивлены. Это состояние номер ноль. У него нет ни плюса, ни минуса. Так вот, возвращаясь к количеству этих состояний. Ну, знаете, как в диетологии, в пище говорят, да, что человек должен употреблять сколько, там, белков в сутки, жиров, углеводов, столько процентов, там, грамм. Вот. Но основную массу пищи составляет не белки, жиры, углеводы, а клетчатка. Вот крупа, хлеб, так далее. Она организм не усваивается, выводится обратно, но без нее остановка кишечника, перистальтики будет работать. То есть это тоже такая вещь полезная, нужная, но балластная, называют балласт пищи. Балластное вещество, которое не впитывается организмом. И вот здесь то же самое вот в психических состояниях. Даже карта мозга, количество нейронов, которые участвуют в их переживании, разное количество. То есть вот 35 процентов, это должны быть стенические положительные плюсовые состояния. Это как вот белки, жиры, углеводы. 5 процентов должны переживать астенических состояний. То есть в таких минусовых, отрицательных. Это как приправа к пище. Специи, соль, там, горчица, нельзя же горчицу есть ложками. Вот 5 процентов всего. И остается 60 процентов на балластное состояние. Это как клетчатка в пище, а это скука и удивление. Ну, скучать не надо, а вот удивляться этому миру надо постоянно. А то у нас ходят люди молодые вполне, и такое лицо вот, как мало прожито, как много пережито, а мне уже все пофигу, меня уже ничем не удивишь. Это все равно, что кушать ложками горчицу. И не есть совершенно крупу там, эти вот балластные вещества. То есть не убивайте себя, свою психику. Это еще страшнее, чем в пище. Удивляться этому миру на ежесекунду. Столько интересного. Думаю, у вас получится. Вспомнился недавно один такой случай, вот, знаете, про вот вроде ерунда, какая-то мелочь, событие поражает. Ну, вот в свое время, кто служил в армии, ну, все же знают, что там все одеты одинаково, да? Ну, офицеры, солдаты, погоны, конечно, разные. Ну, одеты, в общем-то, одинаковые. И там вот людей начинаешь опознавать, различать по лицу. Очень ярко включаются лица, и вот их узнаешь по фамилиям, по именам, по лицам. На погоны потом смотришь. И вот где-то, ну, несколько лет назад, ну, под Новый год, в одном ДК культуры, там, Дом культуры, зашел к каким-то делам. И там, ну, елка была, и вот из какой-то школы старшеклассники, говорят, давали зал. Ну, у них как бы не утренник уже, люди взрослые почти. Там, дискотека или что-то, новогодний вечер. Вот все, в общем-то, оделись, там, лучшие одежды, праздник все-таки прочее. И вот я посмотрел на них, у меня такое чувство, что я снова в казарбу попал. Знаете, одежда разная, со вкусом, не со вкусом, ну, элегантная, нарядная, там, дорогая и так далее. А лица одинаковые у всех. Понимаешь, вот это вот, как мало прожито, как много пережито. Ах, мне все пофигу. Вот это просто, не знаю, плеткой порол бы, выбивая вот эту дурь из головы. Перестаньте себя убивать. В этом мире столько интересного. Еще раз о хорошем тоне. Вот почему люди здороваются за руку, да? Ну, надо снять перчатку, поздороваться. Ну, говорят, от рытовских еще времен, вот, железная перчатка рыцаря, он ее снимал, показывает, что у меня рука чистая, свободная, в ней нет оружия, и протягивал руку другого рыцаря. Это как бы знак доверия, дружбы и так далее, да? Вот, ну, вот в нашем уже мире, сегодняшнем, тоже, люди здороваются за руку. Вот, получается, такие вот вещи, да? Вот, ну, обычно как, кто протягивает руку первым, по правилам хорошего, кто-то, да? Ну, либо человек более старший, да? Ну, либо какой-то начальник, что ли, как бы выше по статусу, вот, подчиненный или младший, ну, отвечает на руку пожать. Или вы вошли в комнату, да? Ну, какой-то там прием или что-то, совещание. В комнате тоже есть мужчина. Ну, обычно мужчина здоровается за руку, дама, если сама протянет руку, тоже надо ей пожать, ну, дамам руку мужчина не протягивает. А вот, допустим, вы вошли, ну, там какие-то ваши коллеги, даже незнакомые люди, вот, если вы поздоровались за руку. В том случае, если у мужчин не более пяти, вот пяти человеком можно пожать руку, а если их там десять уже, уже не стоит. Это слишком суетливо будет, вы просто кивнули, со всеми поздоровались вслух, а руку пожимать уже не надо. Ну, здесь тоже такие вот есть некие нюансы. Ну, и перегибать палку тоже не надо, да? Был у нас такой, ну, главный конструктор самолетов, Владимир Михайлович Мясищев. Генеральным он не стал, но главный конструктор, самолет назывался не МЯ, а ММ. МА-3, М-3М. Вот тогда был такой эпизод, он вошел во двор, в свой УКБ, идет, ну, вокруг здания, люди там смотрят, он главный идет. И какой-то из его подчиненных, там, конструкторов, что ли, на улице, ну, снял перчатку, первым протянул руку, что-то замешкал с тобой или как-то не сообразил. И вот Мясищев демонстративно, на глазах всего УКБ, очень медленно, по одному пальчику снимал перчатку. И потом соизволил протянуть руку. Ты можешь, конечно, и великий, и гений, но так нельзя. Ты можешь издеваться над людьми. Ну, ошибся, человек первым протянул руку, ну, пожми ее, в конце концов. Даже, скорее, люди оценят, а то, какое барство такое произошло, что как-то уже нехорошо. А в истории осталось, это описано в мемуарах. Иногда удивляешься, как быстро изменился мир. Однажды еще, ну, какой-то там, много лет назад, ну, не так уж и много, у меня была программа на телевидении, экзамен. Ну, то есть, там, такой який разговор с политиками, там, с бизнесменами и прочее. Да, в один из тоже. Тут сейчас такой компании нет уже, компания сотовой связи была в Казани, это мой однокурсник, на «ты» разговаривали. Вот. И это были времена, когда, вот я раз видел, ну, со стоянки идут, мужчина идет на стоянку, мороз сильный был, он несет портфель, и в голой руке телефон мобильный. С таким еще забоченным видом, сейчас ему позволяют, с гонконгской биржей надо быстро биржевые котировки. То есть, люди носили телефон в руке демонстративно, у меня он есть. У московских бандитов долгое время была привычка, вот, ну, носить большие такие телефоны с выдвижной антенной, уже другие появились. Ну, там, как беспомтово, их не видно почти в руке, а тут такой солидный, вот это вот. Вот, и вот я тогда своего друга спросил, ну, говорит, сколько пройдет лет, говорю, ну, вот, когда вот телефон будет, ну, чуть ли не у каждого школьника и прочее, да. Он, как директор компании, подумал, сказал, ну, год, лет семь, говорит, пройдет. На самом деле прошло три года. И действительно телефон появился у каждой бабушки, там, у школьника и так далее. И вот, опять же, другая черта, да, мы с ним, как очень привязаны к нему стали уже, да. Так-то вроде удобно, конечно, с любой точки мира можешь позвонить, там тебе могут позвонить, а иногда и не хочется, да. Домашний телефон, или вот, а у меня дома не было, поэтому не отвечал. А здесь вот, надо или отключать, прочие вещи. Вот как-то американцы, ну, давно, еще до эпохи мобильных телефонов замечали, да, что если дома домашний телефон у человека есть, его жизнь укорачивалась на 3-4 года. Когда у меня дома телефона нет, я ничего не жду. А вот если у меня дома есть, а я могу быть в туалете, могу посуду мыть, могу не услышать. Вот это маленькое напряжение за жизнь складывается целых минус 3 года жизни. Ну, вот мобильник, он не столько-то облучает какими-то там частотами, сколько вот тоже такое маленькое напряжение может удерживать. А нужно, может, надо его отключать к чертовой матери, побыть в одиночестве полном, даже информационном. Кстати, тоже в тему мобильных телефонов, да, вот сейчас такое есть явление, пожелание, да, чемпиона мира по пряткам пульта от телевизоров. Вот на него нельзя позвонить. Телефон потерял, можно позвонить, он обозначит себя. Или там где-то в квартире засунул, никуда. А вот пульт куда пропал, все, на него не позвонишь и ничего не определишь. Тоже мы к нему привязаны сильно. И вот сейчас вспоминаю, что эти были времена, когда у телевизоров не было пультов управления. Надо переключать вручную. Но, слава богу, тогда не было рекламы, и было всего 2-3 канала. Так что это особо пультом работал младший ребенок в семье. Его гоняли к телевизору, и он переключал каналы. Но это время давно уже позади. До свидания.